Один из вопросов, который задали Владимиру Путину во время прямой линии, касался нашей республики. Президента России спросили о том, как он видит пути разрешения ситуации в Приднестровье. Владимир Владимирович, в тяжелом состоянии сейчас оказались не только юго-восточные области Украины, но и Приднестровье. С одной стороны, оно заблокировано Молдовой, а с другой, новыми самопровозглашенными киевскими властями. Вот соответствующая смска. Каким вы видите путь разрешения сложившейся ситуации в Приднестровском регионе? Какая позиция России по этому вопросу? И от себя напомню, что буквально накануне парламент Приднестровья обратился к России с просьбой признать независимость республики. Это сложная, одна из сложнейших проблем, доставшиеся нам после крушения Советского Союза. Там действительно проживает, во-первых, население где-то свыше полумиллиона человек, по-моему, если я не ошибаюсь. Люди настроены действительно очень пророссийски. Большое количество российских граждан проживает в Приднестровье. У людей есть собственное представление о том, как им строить свое будущее, свою судьбу. И это ничто другое, как проявление демократии, если мы позволим этим людям сделать так, как они хотят. Президент России предложил интенсифицировать диалог о будущем Приднестровья. А блокаду нашей республики нужно немедленно снять, подчеркнул Владимир Путин. Нужно, безусловно, вести диалог и с Молдовой, и с Украиной. Нужно интенсифицировать переговоры в рамках 5 плюс 2. Есть такая формула – это Молдова, Приднестровье и 5 государств, которые участвуют в этом процессе примирения. Но в конечном итоге, и я из этого исхожу, немедленно нужно снять блокаду, негативные последствия которой сейчас люди, проживающие в Приднестровье, испытывают. И со стороны Молдовы, и со стороны, кстати говоря, Украины на границу между Приднестровьем и Украиной уже подтянуты националистические вооружённые формирования. И вот такая ситуация, безусловно, как можно быстрее должна быть прекращена. Но в конечном итоге, людям должно быть позволено самим решать свою судьбу. Вот над этим мы вместе со всеми партнёрами и будем работать. Конечно, опираясь прежде всего на тех людей, которые в Приднестровье проживают. Напомним, накануне депутаты Верховного Совета приняли обращение Государственной Думе, Совету Федерации и Президенту России с просьбой инициировать процедуру признания Приднестровья в качестве суверенного и независимого государства. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимиру Путину доложили о просьбе Приднестровья признать независимость. Точные сроки рассмотрения обращения ещё неизвестны, сообщил пресс-секретарь главы России.